Заместитель председателя Государственной Думы, любимая народом депутат Яровая, предложила всем девочкам и женщинам сменить модные платья на сарафаны. Грядет большой национальный праздник, и высказалась миссис Конгениальность, так почему бы не встретить его во всеоружии в национальных костюмах, например. Это очень хорошо в плане духовного единения, к слову, на вопрос, готова ли сама Яровая примерить на себя сарафанчик по случаю торжеств, Ирина Анатольевна многозначительно промолчала, а я, вот вы знаете, предложил бы дальше пойти доразвить эту потрясающую инициативу, почему только в праздники нужно ходить в национальных тряпках. Пускай женщины наши постоянно в сарафаны и кокошники наряжаются, а то ишь к платьям от модных дизайнеров тяготеть начали, нежели богато, нечи привыкать. Кусок сица на три размера больше и вперед к скрепам, на ноги, кстати, лапти. Вместо дамской сумочки, или еще есть такое слово мерзкое, редикюль, котомка. Это зимой валенки и тулуп, мужикам ватник и шаровары. Последние, к слову, так круглый год ходить смогут, много ли им надо, зато. Во-первых, дешево, все время ведь жалуются, что денег хватает только на еду и одежду, тут, глядишь, еще на что-нибудь хватать начнет. Во-вторых, это скрепно, как уже отметила госпожа Яровая, нацепил фуфайку и прям чувствуешь себя исконно русским человеком. Ну и в-третьих, а вот это, мне кажется, самым важным, холопов при таком раскладе за километр видно будет. А вот идет боярыня Яровая в лисе и шубе, а вот холопка Малашка или Батрак Иван. Короче, все в робу, ребят, переодеваемся. И, кстати, не вздумайте эту робу стирать потом, ну чтобы патриотизмом сильнее пахло, ой, дурдо. Начинаем! А вот эта история, господа, с одной стороны удивила, с другой насмешила. С третьей разозлила просто. Итак, на прошлой неделе в ЦИОМ опубликовал результаты очередного опроса. На этот раз они измеряли рейтинг национального лидера и выяснилось, что цифры-то полученные оставляют желать лучшего. Хотя, чего я вру, какого лучшего? Там провальные данные были. Приговор практически. Оказалось, что доверие граждан к президенту рухнуло аж до 30%. Если кто-то не догнал, объясняю на пальцах. Нам-то всю дорогу свистели, что от главного в восторге каждая собака в этой стране. Ну, за исключением 2% того самого удобрения. В общем, оно оно как. Не то, что каждая собака. Две трети перестали доверять царю. Причем, если бы хоть какой-нибудь Навальный опрос проводил на происке госдепа в очередной раз, списали бы случившееся, да и врали дальше. Но тут-то карманный в ЦИОМ и такую подляну кинули. Как же вы допустили? Нигде не казнить! Дальше началась целая спецоперация. Провинившиеся в срочнейшем порядке буквально за ночь. Придумали какую-то новую методику расчетов, манометодику, видимо. Что-то там посчитали по этим самым новым правилам. И, о чудо, рейтинг главаря резко подскочил вверх. Причем не просто подскочил, а резко, повторюсь. 72% Владимиру Путину-то доверяют. Сообщили нам ребята из ВЦИОМ после публичной порки. Я балдю, слушайте. Вот это математика по-российски. Дурачки-ученые во всем мире до сих пор думают, что дважды два равняется четырем и никак иначе. А наш отечественный инноватор Федоров, главный кремлевский социолог, сумел доказать, что тут могут быть варианты. Слушайте, на Нобелевскую премию предлагаю этого гиганта мыслей выдвинуть. Ну пусть хоть нормальные люди посмеются, холопы-то все равно проглотят. Лауреат престижной Филдсовской премии, ее еще называют Нобелевкой по математике, лишился награды. Медаль украли прямо на торжественной церемонии в Рио-де-Жанейро. Пока все присутствующие смотрели красочные выступления на сцене, кто-то незаметно вытащил драгоценности из портфеля ученого Каучера Биркера. А если серьезно, друзья, ну вот мы с вами в очередной раз стали свидетелями лжи, причем на этот раз наглой лжи. Если раньше ребятишки как-то пытались лавировать, перекрывая свои пятые точки, при этом хотя бы фиговым листом или фиговым. Так будет правильнее, то теперь даже шифровать собственное вранье. Эти люди не пытаются, что нам стоит дом построить. Нарисуем будем жить, было 30, стало 70. Нет, я согласен, при любой методике расчетов всегда имеет место погрешность. Но погрешность это 3-5 процентов, и об этом вам любой школьник расскажет. Погрешность в 120 процентов это уже не погрешность, это что-то из области сказок про змея Горыныча. В данном случае даже моему коту понятно, что цифры тупо нарисовали. Как я после этого могу верить представителям власти в моей стране? Где гарантия, что результаты, например, президентских выборов, которые озвучили чуть больше года назад, соответствуют действительности? А вдруг там тоже не 77 процентов было, а 32? Просто. По федоровской методике голоса посчитали за тем, и все. Нет, я ничего не утверждаю, это просто вопрос. Но сомнения во мне все-таки поселились. Какой совет от вашего отца вы передали бы вашим внукам? Не врать. Кстати, еще один момент, который у меня в связи с этой историей вызывает недоумение. А ведь рейтинг доверия в 72 процента, если он реальный, говорит нам еще и о том, что в стране все хорошо, все спокойно, мы движемся каким-то там курсом, народ все это устраивает. Тогда, простите, откуда все те протесты? Теперь уже практически в каждом втором регионе России Архангельская область, Подмосковье, Екатеринбург, Ингушетия, Иркутск, Москва. Я могу еще долго продолжать. Откуда? Высокий показатель доверия к национальному лидеру. Напротив, все эти протесты исключить должен вот только число недовольных растет. Господа Копперфильды, может поделитесь уже с нами своими соображениями по данному поводу? Я понимаю, что Госдеп с Зеленским не дремлют. Вот только как-то чересчур эти мерзавцы последнее время активизировались. Вам не кажется, когда же они собственными-то гражданами занимаются? Хотя, может, зеленые человечки с созвездия Кассиопея на подмогу врагам прибыли? Это реальная журналистика над пропастью во лжи. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Ну и раз о бессовестной лжи говорить начали, давайте эту тему и продолжим. А помните так называемый закон о безопасном интернете, который придумали и протащили через Думу сенаторы Клиша Сыбокова с депутатом Луговым? Данный закон, впрочем, еще до его принятия называли карательным. Говорили, что направлен он отнюдь не на безопасность, а на усиление цензуры в сетях. Авторы уверяли, нет, это не так. Сегодня у нас есть уникальная возможность убедиться, что нам снова соврали. На днях стало известно, что на моего коллегу, а по совместительству депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко, собираются завести уголовное дело, уголовное, подчеркиваю, как раз по этому закону, знаете, в чем человек провинился. А дело в том, что он у себя в соцсетях опубликовал неудобный для власти видеоматериал, в котором рассказал о майских протестах на Урале и кто-то. Под этим роликом оставил комментарий якобы экстремистского содержания, бог его знает, кто. У человека 300 тысяч зрителей, но дело заведут в отношении Бондаренко. Более того, Роскомнадзор заставил автора удалить из сети само видео, не комментарии, а именно видео пригрозили блокировкой аккаунта. То есть, что мы, коллеги, видим на практике? Заходит какой-то, значит, гражданин, да не обязательно даже проживающий на территории Российской Федерации, пишет комментарии, да, и на основании этого будет производиться блокировка. Это может сделать даже не какой-то случайный гражданин, а вот эти так называемые фабрики троллей, которые существуют на территории нашей страны, создание которых в скандалах, по созданию которых замешаны одни из высочайших наших государственных деятелей, как это любят говорить, значит, может делать какие-то спецслужбы, могут делать какие-то провластные молодежные организации, которые будут у нас теперь заниматься, значит, вопросами, как это, кибердружин и так далее, которые будут финансироваться из бюджета Российской Федерации. Вот вам смешно, а, например, та же госпожа Букова уверена, что это нормально, говорит, так и должно быть. Внимание! Если вы являетесь владельцем этого аккаунта, то, соответственно, вы должны и обязаны комментарийную активность модерировать. Нет, я не против и где-то даже поддерживаю сенатора Букову, но при одном условии. Давайте следовать той же логике и в других ситуациях, в каких совершено, например, в городе Москве тяжкое преступление. К ответственности вместе с преступником пусть привлекают и мэра Москвы Собянина, а еще депутатов, которые избирались в Думу от того района столицы, всех чиновников, что поставлены следить там за порядком или слабо. Не хочет ли госпожа Букова стать фигурантом нескольких десятков уголовных дел, просто потому, что в ее избирательном округе за время ее депутатства было совершено несколько десятков преступлений? Нет? Жим-жим! И, кстати, как-то быстро мы позабыли о законе Яровой, по которому как будто бы можно в два счета вычислить того, кто тот комментарий написал. На самом деле я провидео Бондаренко. Так чего не вычислили-то? Опять врете? Все! Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, в соцсети ко мне тоже заглядывайте. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться, пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok